Хе-хе-хе, всем привет! Рад приветствовать вас, друзья, на канале. С вами Доктор и это Планеткрафтер. Продолжаем, ребята, играть в режиме почти хардкор. Ладно, так и быть. Сегодня я буду продолжать бустить индекс терформации. Буду продолжать строить. Благо, уже есть чего строить, поэтому я думаю, поставим уже экстрактор руды. Ну, сегодня начнем как минимум с того, что надо будет поставить антенну. Это у нас запустятся уже всякие интересные истории, начнут нам прилетать. Запустим биомассу и пойдем уже дальше развивать момент терраформации. Приглашаю вас присоединиться для поддержки. Сразу поставьте лайк и есть что сказать, конечно же, пишите. Ну, а сейчас строите поудобнее. Мы начинаем. Как у меня обстоят дела вообще с ресурсами? Так, у меня есть немного того, немного сего. Нужна биомасса. Для биомассы нам нужен вот этот сейтиль травы. Семя лирмы у меня имеется. Так, что там тебе надо? Воды, говорит, надо попить. Да еще пока есть куда. Кстати, воды. Воды надо будет сделать. Да. Она сейчас нам понадобится. Вот так. Сколько? Да и четвертый делает тоже. Итак, значит, сейтиль. Нам нужна вода, магний, алюминий, семя лирмы. Алюминий есть. Семя лирмы есть. Магний есть. Да у меня все есть, е-мое. Так, ну, рассеиватель травы. Мы его ставим где-то здесь. Я же сказал, будем с вами потихо вот тут засорять. Так, где-то у нас вот он. А, подожди, воды, говорит, хочу. И еще разок. На. Хя. Топ, сомневался. Верни мне обратно на место. Все. Так, давайте глянем одним глазком. Касаемо стержней или урана как такового. Банан. Нету ни урановых стержней, ни урана. Так, значит, что? Ставить только эти. Сколько он у нас потребляет энергии? 18. Это как минимум 3-3 еще надо ставить нам. Ммм. Или лететь на поиски урана. Короче, нам нужен уран. Я думаю, давайте мы, наверное, к урану сгоняем пешком. У меня, в принципе, я вполне мобильный. Можно это дело сделать. Сгоняем к урану. Так, у меня все к этому есть. Давай вот это все выгрузим. Еще лед можно по пути пособирать. В принципе, да. И там какие-нибудь синие сундуки нас по-любому будут встречать. Да, у меня все для этого есть. Единственное, что, знаете, можно... Вот с едой вопрос сразу порешать. Потому что, видите, я какой голодный. О, все, отлично. Все, погнали, ребят. За ураном, короче. Короче, сегодня начнем с того, что будем добывать уран. А потом все остальное. Потому что, как вы заметили, энергии не хватает. Это не есть хорошо. Поэтому... Поэтому лед надо тоже собирать, кстати. Ммм. Ну ладно, давайте со льдом потом. Со льдом потом. Вот этот я, по-моему, ящик же все распотрошил. Да, он пустой. На И-8, по-моему, вот сюда у нас есть выход. И там можно будет это дело пособирать. Сейчас мне нужен уран. Мне кажется, вот туда будет ближе. Где-то вот на краю этого биома есть у нас урановый. Вопрос, знаете, в другом. Вопрос в том, что там сверху урана, по-моему, не было. И вообще, вот этот биом, смотрите, как изменили. Вот этих вот... Я не помню, чтобы вот над этим биомом вот такие вот эти висели. Вот такие вот эти. Ммм. Очень интересно. Ну, а прикольно. Конечно, прикольно. Так, ящик. Синий ящик. Ну, как-то так себе. Да, сейчас подожди. Опа. Ребята, у меня дождь. Ха-ха. Кажется, дождь начинается. Да. Шикарно-то как. Так, ну, этот ящик так себе, короче. Да, пусть стоит. И фиг с ним. Так, ну, вот тут будет... Вот, вот он уран. Да. И вот здесь вот у нас где-то урановое это. Сверху можно поставить. Да, вот она урановая пещера. В принципе, да. Можно и пособирать. Давай. Давай. Давайте пособираем уран. Кислород, говорит. Хочу. Оп, 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 оп. Подожди, подожди, подожди. О, тихо. Тихо. Не помирать. И неохота бутылку тратить раньше времени. Так, а что у нас? Больше нету нигде урана. Так, это у нас... Это у нас проход в другой биом, ребят. Да. Здесь у нас пещеры. Ух ты! А пещеры со всеми кварцами-то здесь. И доступ к ним есть. Прикольно. Вот это интересно. Ну, пока, я думаю, мы кварц трогать не будем. Потому что он мне пока не нужен. Но вообще, смотрите, можно спокойно раз и всё. И как-то так. Так, ну а возьмём алюминий. Вот это возьмём. Так, а что ещё тут? Вот это вот. Вот это не влазит уже. Всё. Три железа. Так, лёд. Ладно, лёд. Потом возьмём. По идее, Иридий тоже нужная штука. Ладно, короче, сюда можно... О! А у нас тут по-любому воды надо выпить. На. Вот это положи в аду. Так, ну и пойдёмте обратно. Блин. Да, это те самые пещеры. Я... А к ним доступ открыт, ребят, по идее. Клёво. Слушайте, мне нравится. Вот то, что наделали в игре. Прям... Прям реально тут можно заблудиться, если честно. Так, открывай. Да, подожди ты. Всё. Отлично. Так, ну и получается, что у нас? Урановая пещера. Всё, что ли? Это что-то не густо тут? О! Вот это тема! Вот это да! А, вот ещё уран-то. Как-то я его не заметил. Ага, у меня полный этот. Ладно. Вернёмся сюда ещё разок. Тихо. Не в ту дырку пошёл. Вернёмся, ребят, сюда ещё. За ураном по надобности. Если надо будет, мы вернёмся. А можно, смотрите-ка, что делать-то. А чё там для него надо-то? Так, где ты? Ты открылся же у меня тут. Вот он. Да и я могу его поставить. И пусть собирает воду. И не бегать, блин, больше уже за этим, за льдом-то. Слушайте, вот это тема. Вот это тема. Ну всё, летим. Нет, ребят, всё-таки да. Мне там в комментариях писали, что я вначале, когда выбирал сложность, поставил уровень терраформации индекс 1. И что из-за этого у меня сейчас всё гораздо легче. На самом деле нет. Если вам интересно, можете посмотреть то, как я начинал в самом начале. И индекс терраформации, ну, он не так активно рос. И было в нескольких обновлениях несколько изменений. Именно скорости индекса терраформации. И, если быть точнее, даже не скорости, наверное, самого индекса терраформации. А сколько индекса, при котором те или иные вещи открываются. И их именно излучали, и именно изменяли в сторону вот ускорения. Что вот в начале вот такая вот будет петренька. Поэтому при цифре 1, да, вот оно довольно лихо всего так открывается. Не знаю, насколько это всё хорошо или плохо. Может быть, это, знаете, сделано в сторону... Да, вот видите, цветочный горшок открыл. Это сделано в сторону того, чтобы было больше интереса изучать историю. Которую, в принципе, можно, смотрите, уже начинать изучать. То есть, ещё чуть-чуть, и у меня тут полная автономия появится. Можно смело ставить уже добытчики руды. Уже можно смело... Ох ты, ничего тут какая у нас началась буря. Я за кадром, да, вот мне даже самому интересно стало. За кадром я запустил прохождение чистый хардкор. То есть, без корректировок, без всяких. И я вам скажу, что... Ну, единственное, что также приходится много бегать. Открывать все сундуки синие, которые в округе находятся. Открывать убежище. Находить, где были люди. Чтобы еду, по крайней мере, пока не появится в доступе баклажан. Да. Вот именно территория. Ты появляешься в хардкоре на территории кратера. Да, кратер, метеоритный кратер, где упал большой метеорит. Ну, и, естественно, чтобы там выжить, пришлось, ребята, все сундуки вокруг, короче, в этом кратере облазить. Пришлось найти, посетить, в общем, бункер, который внизу кратера, бункер, который наверху кратера. И выходить сюда, вот где биом водопада, через вот новый биомчик, там, который тоже с водопадиками. Через него и там основная база у меня получилась, потому что там уже вроде как мне удалось поставить грядки, чтобы баклажаны росли. А так, в принципе, все то же самое. Единственное, что да, это все дольше происходит. А смысл тот же. То есть, если не будешь двигаться, если не будешь изучать, открывать сундуки, лазить, залазить в те или иные подземелья и шурудить, что там оставили предшественники, без этого не выживите на уровне сложности хард. Да, я, может быть, и сам уровень терраформации, индекса терраформации подкорректировал, но у меня остались и остальные движки, которые там существуют. Там и расход энергии, там и расход воздуха, и расход еды, и расход воды. В общем, все остальные движки, они стоят на максималке, и поэтому сложность осталась повышенной, ребят. Ну, можно сказать, практически хардовая. Так что, как-то так, вот такое небольшое оправдание, ладно, уже так и быть. Поэтому я на названиях видео поменял, теперь почти хардкор. Короче, ладно, давайте мы закончим со всем этим делом и продолжим далее. Значит, я привез сюда иридий, для того, чтобы сделать иридиевый стержень. Он нам... А, в смысле, я выгрузил иридий. Уран, ребят, уран. И я его, наверное, не сделаю. Нет, сделаю. Все отлично. Уран я сделал. Это я для того, чтобы поставить ядерный реактор. Давай. Поставим ядерный реактор. Правильный же я взял? Да, правильно я взял. Давайте. Ставим ядерный реактор. Пусть он тут и стоит. Вот они все пусть тут и стоят у нас, ядерные реакторы. Так, потом, значит, давайте мы поставим вот такую штукенцию. Магний, кобальт, алюминий, суперсплав. Алюминий, суперсплав. Магний и кобальт. Магний и кобальт. Да у меня все есть, ёк-макарек. Так, ну вот это можно поставить вот здесь вот рядом. Все-таки это у нас жизненеобходимая штука. Клопочки. Отлично. Так, ну естественно, там пока ничего нету. Но будет. Так, что еще? А еще я хотел поставить вот такую штукенцию. Две воды, магний, алюминий, семя, лирмы. Две воды, магний, семя, лирмы и алюминий. И все у меня для этого имеется. Да, ребята, именно так. Пошлите разбрасывать траву. Так, ну вот это у нас все растительное. Пусть и стоит здесь. Шикардос. Погнали. Все, у нас сейчас здесь будет расти трава. Пускай растет. Что там? Пить, говорит, хочу. Ну, пока еще рано. Потерпи. Ух, ребята, пошло дело. Так, теперь давайте будем ставить антенну связи. Куда мы ее поставим? Здесь. Да, с энергией у нас уже пошел уран. Поэтому мы будем ее ставить здесь. Нам нужен кремний и алюминий. И все-то у меня есть. Какой-то я запасливый. Кремний есть, алюминий есть. Пошли, поднимаемся сюда. И ставим антенну вот где-нибудь вот тут. Че? Вот. Ох, как. Че так? Шо, шо так? Задеваешь за эти, что ли? Ну, все. Ой, 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 ой. Тихо, тихо, тихо. Помирать не надо. Так, про воду чуть не забыл. Так, забрали воды. И так. Поставил антенну. Ну, теперь нам надо же с чего-то читать. Значит, два кремния и магний. Нужен. Ну, вот два кремния у меня, наверное, нету магний. А, есть. У меня все есть. Итак, товарищи, а где мы поставим? А вот сюда я могу поставить? О, отлично. Все, мы не будем разводить тут много всяких этих. Пускай у нас здесь. Смотрим, значит. Это автоматическое сообщение. Кому? Осужденному GP89 мы... А, ну, это то, что у нас там в этой... Ну, короче, в капсуле и у нас было. Собственно, все. Хорошо. Значит, пока мне никто ничего не пишет. Поэтому мы ни на кого, ни на что не обижаемся. Мне нужен по электроэнергии. Давайте его поставим. Где-то у меня. Погоди, а он у меня... А, ну да, я же его разобрал. У меня же здесь ящик стоял. Давайте сюда его и поставим. В чем дело-то? Так, подожди. Что тебе надо? Железо, кремний, магний. Так, железо, магний и кремний. Кремний, кремний нужен. Кремний, вот он лежит, я его вижу. А с дождями-то меня прям залили тут. Прям дожди, дожди. И у нас тут, смотрите, вода начала вырабатываться. И это прям замечательно. Так, давай, электроэнергию вот сюда. Нет, вот так вот. Вот, поверни вот так. Все-таки рабочее место как-никак. Так, все. 47 киловатт у меня есть. Ну, немного, я бы сказал. Слушайте, ребят, прям немного. Так, надо нам еще вот что поставить. Здесь, я думаю, мы сделаем так. Я могу сюда ящик поставить. Вот в этом помещении. Будем максимально все помещения использовать. Максимально. О, а вот все, мы сюда можем. Вот так вот. Раз. Или вот так вот. Вот так, наверное, пусть будет стоять. Опа. Так, и сюда нам надо вот такой. Это кран чертежей. Железо, кремнии. Еще раз. Кремнии надо и железо. Железо вот. А кремний? Кремний вот. Так, у нас песочек промок уже. Хорошо. Так, и вот эту штуку мы поставим. Да. Эту штуку мы поставим вот сюда. Отлично. Потом, когда у нас будет уже ядерный реактор Т2. Он не скоро у нас будет, так что можно расслабиться, пока не до него. Тут давление надо прокачивать. Все. Теперь чертежи не так быстро, ребят, будут открываться. Это уже у нас отдельная история. Знаете еще что? Нам нужны вот такие два экрана, чтобы я видел вообще, что происходит. Экран терраформинга и экран прогресса. Да, здесь я вижу. Просто, в общем, тоже по открытию. Биомасса у нас чуть-чуть двигается. Растения тоже. Насекомых, животных, естественно, нету. Биомассу только вот эта вот. Трава. Так что давайте мы еще одну траву поставим. А то биомасса прям еле шевелится. Так. Забрал. Потом что еще у нас там? Магний, алюминий и семя лирмы. Алюминий, семя лирмы и магний. Где у нас магний? Опачки. Так. Что у нас тут? Травка, муравка. Так. Я могу тебя уже, да. Выбрать могу. На. Хорошо. Пошла жара. Так. Что у нас тут? Па. Сколько травы нарастил. Давай, расти дальше. Немного, конечно. Но пойдет. И так, вернемся к этим. Железо, два кремния, кобальт. Да давайте вот так вот соберем. Железо. Это кремний. Подожди. Вот оно, железо. Два кремния. Правильно? И кобальт. Где ты? Кобальт, вон он. Отлично. Итак, где можно вас разместить? Вот в этом вас можно вообще помещение где-то разместить? Я бы вот здесь бы их разместил, ребят, на самом деле. Но как вы видите... А, во! То есть, все-таки здесь можно разместить, но потом там дальше не продвинуться. Куда-нибудь, Пупин? Сюда бы вот куда-нибудь. Вот сюда бы. Вот так вот бы. Вот раз и повешал бы. Ладно. Давайте будем вешать тогда здесь. Пусть висят здесь пока. Потом, если найдем лучшие места, тогда будет хорошо. Так, у нас движение идет на жидкую воду. Ну, логично. Если у нас дождь идет, значит, жидкая вода уже близко. Ребята, я забыл, что у меня они уже висят. Ё-моё! Точно! Я же их повешал сюда. Все. Так, биомасса потихой тоже у нас начала движение. Но биомассы надо еще, по идее, чтобы двигаться далее. Чтобы открыть биолабораторию, нам нужна еще биомасса. Еще ее надо. Так, ну и для давления здесь у нас экстрактор руды. Иридевый стержень. А нам она вот туда-сюда. Значит, что? Два... Опа! Оп! 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 А, еда! Тихо! Блин! Еду-то я не съел. А я и не успею. Безобразие! Про еду-то я забыл совсем. Упустил ее напрочь. И у меня с собой ее не было, поэтому я кони двинул, ребят. Представляете? Это просто ужасно. Был бы хотя бы баклажанчик у меня. Ё-моё! Ладно, так, что я остановился? У меня тут... Да, я нормально так остановился. Давайте я восстановлю все, что у меня тут пережило проблему. И вернусь к вам обратно. Так, в общем, все, ребят. Восстановлена потеря. Все есть, все работает. Баклажаны можно будет сейчас подсобрать. Кстати, это, наверное, просто тупо слопать и все. Так, значит, что у меня здесь? Здесь надо еще, наверное, за ураном сгонять, ребят, я думаю. Это будет правильно. Давайте соберем набор путешественника. Три железа, титан у меня один есть. Один титан. Вот сразу давай возьмем. Три железа и кремний нужен. Кремний есть. Раз железо. Ну, собственно, 2 и 3. Так, все. Готовченко. Так, а я же смогу еще поставить, да, наверное? Ну-ка, подождите. Давайте глянем. Электроэнергия. Да, я, кстати, вот сюда решил поставить электроэнергию, раз мне тут больше ничего не надо. Пусть тут стоит. Значит, что? 28 киловатт доступно. Жрет она 17. Да, еще одну давайте поставим, да и все. То есть, что у меня тут? Две бутылки воды. 7 алирмы. Алюминий, магний. И что-то там летит у нас, ребят, грандиозное. А, ну-ка. Ёп. Ты чё? Обалдел, что ли? Ко мне сюда набросал. Безобразие какое. Ну, пугал. Так, ладно. Бутылка воды. Две бутылки воды мне надо, по идее. Давайте мы льда соберем. Так. Раз. И два. Ну, собственно, готовченко. Ждать я не буду, пока они все пролетят, потому что это такая неблагодарная штука ждать их. Только время тратить. Можно спокойно просто не попадаться под них и все. У-у-у. Прилетел. Чё-то там привез с собой. Опа. Ох уж это доставка ресурсов. О-о-о. 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 Хорошо. Хорошо пошел. Так, чё там, всё? Угомонились? Так, вода. Есть вода. Есть, только не у меня. Да, подожди ты. Да, вот воду. Возьми воду. Так. С едой. Пошлите у меня баклажаны тут поспели однозначно. Надо их, я думаю, все употребить. Отлично. Всё. Ничего, я никуда не умираю. Давай мы сохранимся. Воды мы попьем потом по ходу. Три железа, два титана, один кремний. Так, вот это давай мы сюда. И полетели, ещё один уран привезём. Нужен нам уран, ребят, потому что потребление энергии потихонечку растёт. Так, нижнюю, по-моему, я уже изучил пещеру. Давайте сейчас на всякий случай зайдём, просто проверим её. А, нет, тут ещё есть. А, я направо повернул. Да, и тут вот всё изучил. А вот здесь вот мы не всё собрали. Так что давай. Смотрите, тут сколько, ребята. Да и по идее сейчас можно будет запустить ракету. Да, для этого, в принципе, нам... Ух, ничего тут, ребят. Смотрите, как у нас там далеко-то выход-то. Да, блин, давай, собирай. Вы видали там что? Это куда? Смотрите, как тут глубоко и далеко проход. А, это выход. Хе-хе. Вот это всё подсоединили, так подсоединили. Смотрите, тут вон ящик. Давайте в ящик заглянем. Давай, давай. Давай, давай, давай. Я хочу туда. Да ё-моё. Почти. Ну, пошли, пошли. Ну. Чего? Чего это не похоже на планеткрафтер? Здесь везде можно залезти. Не, это не серьёзно. Так, ладно. Давай-ка, сейчас, 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 подожди. Ладно, ящик, я с тобой разберусь потом. А, вот ещё ящик, смотрите. Алюминий. Алюминий нужная штука. Так, иридий не знаю, пока не знаю насчёт иридия. Иридий, у нас есть иридивая пещера. Да ладно, давайте заберём иридий тоже. Так, вот тут я, по-моему, ещё не был. Ну, тут, смотрите, ребят, тут вообще просто везде, где хочешь, проход. А, это вот я как раз лёд здесь выкидывал. И вот в эту пещеру проход, смотрите. Блин. Ну, а там дальше, дальше всё. Обалдеть. Ладно, это всё потом будем, нафиг, изучать. Смотрите, тут ещё за льдом туда проход, да, у нас. А, проход, не проход, но я вот тут прошёл уже. Да, подожди. Синий ящик, это, конечно, хорошо. Кабачок. Отлично, уран. Лёд выкини отсюда. И вот это тоже пока, подожди. Надо, наверное, ставить, ребят, всё-таки этот. Добыватчик. Так, тут у нас тоже. Ой, ёлы-палы. Короче, ладно, я понял. Я вас понял. Хорошо. Пусть будет так. Давай пока вот так выложим, потом мы сюда вернёмся. Давайте тогда, что я сделаю? Я, наверное, полетел обратно. Надо выгрузиться. И надо, наверное, взять для... Кто он там у нас, как ты называешься-то? Экстрактора руды. Да, необходимую информацию. И попрём сюда, ребят. Да, там он, кстати, ещё у нас. Да, всё-таки вот там. Вот где та пещера. Там надо ставить экстрактор руды, дабы добывать уран. Потому что в других местах мы уран не добудем. Пока открывать я не буду эти ящики. Давайте те, что наоткрывал, мы их подсоберём. Это тоже как бы не есть хорошо. Так, выгружаем. Я вот не знаю, может быть, всё-таки хватит, а? Для уранового стержня. Ну-ка, давайте попробуем. Тихо-тихо, на воду попей. Да, я сделал ещё один урановый стержень. Значит, я могу сделать ещё один урановый реактор. Так, вода у меня уже в нормальном положении. Так, тут так вот три сделаем. А что у нас тут с баклажанами? Забираем, съедаем. Отлично. Так, вот эти четверо пусть растут. Баклажанов у нас... Кабачок. Интересно. Кабачок. Сколько еды даёт кабачок? По-моему, кабачок больше еды даёт. Давайте попробуем сюда кабачок посадить. Или растёт он быстрее? Сейчас посмотрим, в чём разница. Так. На, кабачок. Расти. Так. Что нам надо? Три суперсплава. А. Вот так вот, да. Ну, суперсплав я знаю где, он здесь неподалёку. Пошли-то заберём. Так, всё, инвентарь полон. Ставим урановый реактор. Опачки. Отлично. Ну, шикарно, шикарно. Дело идёт. Так. Чё у нас с энергией? 97 киловатт. Как у нас обстоят дела здесь? Экстрактор руды надо ставить. Сразу теперь и давление, и тепло. А касаемо давления, чё у меня сейчас? Давление 17. О, так он тут прям у меня два в одном будет. А по теплу у меня чё сейчас вырабатывается? Этот я не делаю. У меня вот такой стоит. Такие стоят. Они вообще чуть-чуть вырабатывают. А, нет, у меня другой стоит. Подождите. Нет, я его вот такой ведь поставил. Да? Д-третий, точно. Двадцать восемь тепла. Ну, всё равно. А вот этот экстрактор руды. Прям тема. Давайте мы его и будем сейчас вырабатывать. Что мне надо для экстрактора руда? Руды. Так, вот это выгружаем. Это мне теперь пока что не надо. Мне надо следующее. Два осмия, иридивый стержень, суперсплав алюминий. Так, суперсплав есть, алюминий есть. Иридивый стержень один. Есть, но это в принципе не... А, два даже есть. Ну, хорошо. Я предлагаю сейчас сразу урановый один поставить. И один поставить алюминиевый что ли. Так что ли сделать. Ну, для начала по-любому нам надо сгонять за... За восмия полетели. Так, три железа, два тита найдём. Всё, набор с собой поэкспринали. Да, и, кстати, можно заглянуть сюда. Забрать золотой сундук, распотрошить. Это тоже нужная штука. Получено новое сообщение. Понеслась. Нас отправляют куда-то по сообщениям. Начинается квест, ребята. Так, здесь у нас уже проход подрастал. Отлично. Собираем осмей. Так, ну, тут у нас уже всё. Ничего-то тут больше не получишь, да, получается. Так. Весь осмей, который был, я здесь добыл. Ну, давайте мы здесь осмей поставим эту и всё. Так, подожди, давай. Главное, не помереть сейчас. Так, осмей. А что мне надо? Иридивый стержень, суперсплав, алюминий. Иридивый стержень, суперсплав, алюминий. И ещё один иридивый стержень. Суперсплав, алюминий. Это я сразу на уран, наверное, за рулю. Так. Ну и давайте сгоняем. Так, а что у нас тут? Как у нас дела обстоят? Кабачок наполовину уже, между прочим, вырос. Сешу. Всё, погнали. Итак. Давай мы тебя поставим вот тут, наверное, да? Так. Добывает железо. Ладно, посмотрим, что он будет алюминий этот добывать. Потому что сейчас показывает, что типа железо добывает. И поменять я на это никак не могу. Да, вот что добывает, то добывает. Ещё бы процесс бы показывали. На какой стадии процесса добычи. Ладно, сейчас подожди. А, да ладно? Вот это поворот. Я магний потратил. Титан, точнее. Это было неожиданно. Да. Титан вот сюда нужен. Так, ладно. Это было опасно, ребята. Хорошо, у меня кислородный баллон с собой был один, а? Так, титан, забери один. Теперь что у нас? Всё есть? Три железа, два титана, один кремний. Всё, теперь всё есть. Но титан, я думаю, ещё нам нужен. Потому что если я хочу ещё одну такую поставить... Да. Нужен ещё один титан. Ну и полетели, ребят. Сразу на уран поставим. По пути я всё-таки хочу зайти, посмотреть, что там за сообщением не прилетело. Тем временем, ребят, уровень индекс терраформации у нас 2 миллиона. Ни много, ни мало. Так, что там? Кто мне там? Корреспонденцию пишет. Сентел. Так, характеристики вашей планеты. Названия нет, корпорация-владелица нет, индекс обитаемости 0, сектор Изоциал Прайм, история неизвестна. Планеты без названия расположены в сектор Изоциал Прайм. Сектор не развалился до цивилизационной стадии, посещается в основном торговыми кораблями во время рейсов между крупными космопортами. Сектор насчитывает 742 планеты и 13 511 звезду. Хе, звезда. Диаметр 7000 парсеков. Планета признана подходящей для дальнейшей колонизации. Так. Ну да, хорошо, ладно. Допустим. Так, и класса мы уже читали с вами. Ладушки, допустим, пусть будет так. Пусть будет так. Полетели. Подожди, без кислорода я не полечу. Давай сделаем один бутылка. Видите, как бутылка кислорода меня только что спасла жизнь. Еще бы чуть-чуть и все, и кирдык. И не было бы доктора. Так, две бутылки воды. Кислород сделай. Воду убери. Отлично. Все, погнали. Ну как-то, блин, я даже не знаю, ребят. Раньше вот здесь я наверху ставил. Вот здесь у меня стояло. Давайте вот тут что ли поставим? Может тут будет работать? Прям не знаю. Сейчас все переделали. Будет он тут работать? Нет. Не знаю даже. Тоже железо добывает. Ладно. Мы сюда потом приедем и посмотрим. Я надеюсь, я его найду. Так, что у нас здесь? Как обстоят дела? Баклажаны готовы к употреблению. Так, кабачок еще пока нет. Подождем. Ладушки. Я предлагаю, давайте мы пройдем, проверим, нашел ли у нас хоть один осмий. Наш там добытчик, который стоит. А то, возможно, это все было зря. Ну и один можно поставить, я думаю, здесь возле базы, потому что у меня два осмия имеется. Можно возле базы поставить, чтобы он у нас добывал то, что тут вокруг водится. Ну, осмием здесь пока не пахнет, ребят, я вам скажу. Куча железа. Ну, ладно. Ладно, пока так. Я понял. Значит, тогда пока будем ставить все рядом. И пользоваться тем, что у нас имеется. Рядом сейчас еще один поставлю, добытчик с базой. А потом уже будем дальше посмотреть. Так, давайте, что там нам надо? Можно, конечно, вот эту штуку поставить. Три суперсплава. Да, все равно без этой. А, у меня биолаборатория открыта. Серьезно. Давайте мы лучше ее поставим. Я думаю, это будет более правильно, ребят. Так, что нужно для биолаборатории? Алюминий и три суперсплава. Алюминий и три суперсплава. Да, давай. Биолабораторию. Куда мы тебя воткнем? Ну, биолабораторию, наверное, можно будет воткнуть где-нибудь вот тут. А, ей вообще пофигу куда, да? Можно вот прям вот так вот вонзить. Так, тут у нас... А что, стекло не мешает, что ли? Подожди. Давай стекло уберем. На. У-у-у, энергия ко... Серьезно? А сколько тебе энергии надо, биолаборатория? 52 в секунду. А сколько у меня свободной? 9. Еще один ядерный реактор. Ну, его я не поставлю, потому что у меня нет столько уранья. Ммм. А вот это уже интересно, ребята. Это уже интересно. Так, биолаборатория у нас что будет? Ммм. Она просто изготавливает биорецепты нам. Так. Ну, это, конечно, интересно. Так. Ага. Ага. Так, надо это все переварить. Надо все обдумать. Если мы поставим вот таких, то это нам надо будет... Если каждое 19... Ну, 3 штучки таких надо будет поставить. Да пофиг, давайте поставим. Три алюминия у меня есть. Здесь я думаю, да, на это дело. Там же одна алюминия нужна. Одна. Так, вот это давай выгрузим. Не надо мне в таком большом количестве. Так. Раз, два, три мне надо, да? Вот три алюминия. Это основное, что нам там потребуется. Потом, что еще нам надо? Шесть кобальтов. Сейчас у меня сколько? Один. Пять кобальтов давай. Так, давайте, наверное, по очереди делать. Два кобальта. Магний. И все. Так. Два кобальта и магний. Кобальт. Кобальт. И магний. И это мы будем размещать где-нибудь здесь. Вот тут можно. Так. А, значит, для следующей мне надо. Кобальт и магний, в принципе. Больше ничего. Остальное у меня есть. Потом мы наберем уже комплект путешественника. Кобальт. И магний. Пек. На. Умирают жажи. Ну, не так прям громко, что прям умирают. Так. Что нам теперь еще надо для третьей? В принципе, весь комплект. Железо, магний. Так. Ну, железо вот здесь у нас тут полно. Я тут накидал. Что там еще у нас? Два кобальта, магний, кремний. Магний есть. Два кобальта, кремний. Пошли. Возьмем. Вот тебе и кремний сразу. Вот тебе и кобальт сразу. И где-то еще один кобальт. Вот. Вот давай вот этот. Есть еще один кобальт. Вода. Выпил. Поехали. Так. Два кобальта. О, кстати, что? Вырос кабачок. Вырос. Вот. А кабачок-то 40 здоровья поправляет. Ребят. Вот это уже вообще шикарная штука. Кобальт. Кобальт. Да. Классно. Так. Ладно. Итак. На чем я остановился? Нам надо еще одну поставить. Но она сюда не влезет, наверное, еще одна-то. Или влезет? Вроде влазит. Опа. Вроде влезла. Все хорошо. Итак, теперь давай вернемся к биолаборатории. Где она у нас? Вот она. Алюминий только надо взять. В принципе, остальное все есть. Так. Я вот что подумал. Может быть, вот сюда все-таки биолабораторию качать вот так вот. Бац ее. Да. Как продолжение базы? Ну да. А почему нет? Мне нравится. А потом здесь, если что, мы пойдем вниз. Так. Давайте вот просто проверим. Вниз можно поставить... Будет еще один. Так. Сколько тебе надо-то? Два железа. Вот. Подожди. Вышли сюда. Я хочу вот здесь поэкспериментировать, ребят. Так. Так. Не пойдет. Так. Тоже не пойдет. Нет. Он так не вклинивается. То есть надо будет еще ниже. Я понял. А вот тут, может быть... Подождите. Вот здесь может быть. Где-нибудь вот тут. А, к этому вообще... Хе. Вот так вот. О. А, я думал, что-то летит. А это тут бурит. Так. Давайте посмотрим, что мы там открыли. Биолаборатория. Вот почему я опять ее так поставил через выпертверд какой-то. Мутаген, взрывчатый порошок, удобрение, образец бактерий. Это все, конечно, хорошо. Но пока оно мне ничего не дает, кроме как расхода энергии. И надо ее повернуть правильно. Так. Как тебе определить-то где-то там правильно или неправильно? Так. Вот так, наверное. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Ну, пойдет. Ладно, пусть будет так. Как-то так. Да. Ладно, пусть будет стоять. Энергию у нас будет потреблять. Пока она бессмысленна, потому что я пока из нее ничего не могу сделать. Биолаборатория мне пока что. Мутаген. Это все. Конечно, я могу это все делать. Но оно мне пока сейчас бессмысленно, потому что еще пока не открыто то, для чего это все можно использовать. Ребят, я предлагаю сделать в следующей серии следующее. Я предлагаю стартануть. Что-то как-то тут темно. Предлагаю стартануть. И здесь что-то как-то не особо светлее. Что так темно там, типа, на, в помещениях. Ладно. Ребят, я предлагаю сделать следующее. На следующую серию стартануть и проехать все бункеры, которые у нас есть. Ну, по крайней мере, которые я вспомню или помню. У нас есть бункер в биоме, где упал большой метеорит, где мы, в принципе, стартанули. Там, как минимум, есть два бункера. У нас есть бункер, вот где мы сейчас лазили и где у нас находится уран. Урановую пещеру, которую мы сейчас потрошили. Бункеры есть. Есть бункер, большой бункер. Там, как этот биом называется, за алюминиевым биомом. Там, в той стороне тоже бункер большой. Вот. Я предлагаю именно по бункерам. Корабли пока не трогать. А проехать бункер и посмотреть, что в них там имеется. Собрать, точнее, всю историю почитать, которые там есть. И как раз у нас и поднимется индекс терраформации. Плюс барахлишко всякого в бункерах. Соберем его там достаточно. Я думаю, там и урановые, иридиевые стержни мы сейчас подсобираем. В общем, короче, это такое. Задел на следующую серию. А на этом на сегодня мы будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайки. Есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да, пребудет. С вами Джойстик. Всем пока. До скорых встреч.